ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди в белых халатах, вкусные запахи, коржи, крем и море шоколада. Это один день. Сегодня мы в гостях у кондитеров. Наверняка каждый пробовал торты Алтайской бисквитной компании. Это кондитерское предприятие одно из крупнейших в крае. Каждый день здесь делают 3000 тортов. Прежде чем попасть на ваш стол, они проходят длинный путь. Все начинается в пекарне. Коржи томятся в духовке 65 минут. Спустя 12 часов за дело берется кондитер. Бисквит нужно хорошо пропитать сиропом. В его составе сахар и вода. Какой же торт без крема? Оформление – самый зрелищный этап производства. Ничем не привлекательный корж становится произведением искусства. Процесс оформления тортов очень увлекательный и в то же время сложный, потому что требует от мастера максимальной концентрации внимания. Ну, я думаю, здесь ничего сложного нету. Можно попробовать. В кремовом цехе поддерживается постоянная температура – плюс 20 градусов. В противном случае шоколад и крем начнут таять. Кстати, крем, сливки и джем – это не только украшение, но и маленькая хитрость кондитеров. С их помощью можно скрыть неровности. Шоколадная крошка закроет изъяны и сделает торт красивым. На кондитерских фабриках основные процессы давно выполняют умные машины. Однако над тортами современные технологии не властны. Основная работа – ручной труд. Из кремового цеха торт попадает в руки оформителей, которые берутся за его декор. Главное украшение – это, конечно, шоколад. Без него не обходится ни один торт. Хотя сегодня существуют различные виды декора. Оксана, расскажите, чем сегодня кондитеры украшают торты? Можно ее украсти фруктами разнообразными. Фигурки, как видите, шоколада. Делают много фигурок из масти. Сейчас очень популярны йогуртовые торты. Считается, что они низкокалорийные и даже полезные. Кондитеры, честно признаются, что полезного в них немного, зато они очень вкусные и легкие в приготовлении. Так, Ирина? Да. А в чем легкость эта заключается? Собрали в кольцах, крем положили. Он уже готовый, что не будет кривой, косой и так далее. А вот то, что такие торты низкокалорийные, это правда или это такой миф себе женщины придумали? Ну, есть немного. Немного правда или немного мифа? Калорий меньше, чем в масле. Этот торт в рекламе не нуждается. Любимое всеми с детства – птичье молоко. Нежное суфле, тонкий бисквит и шоколадная глазурь. Было время, когда ради этого лакомства люди часами стояли в очередях. А это всеми любимый остров-сокровищ. Кстати, фирменный торт Алтайской бисквитной компании. Рецептура держится в строжайшем секрете, но кое-что Светлана нам обещает рассказать. Светлана, действительно ли этот торт можете делать только вы в крае и больше никто? Да, это наша вот рецептура, разработана нашими технологами еще 10 лет назад. А вы сами торты своего производства покупаете? Конечно же, покупаем сами, всем друзьям покупаем. То есть меня ни в каком доме не встретят мои друзья без торта. Торты на заказ – настоящий праздник для кондитера. Фантазия приветствуется, экспериментировать разрешается. Процесс-то творческий. Виктория Климова – кондитер-оформитель. С детства увлекалась лепкой из пластилина, теперь лепит из мастики. Это специальная марципановая масса. Очень часто заказывают детские торты заказные. Разные герои мультиков. И тачки, и вот феи. Маша и медведь – самые популярные. Последний раз была работа – все герои лунтика. То есть все кузнечики, там, червячки. Вот все они сидели за одним столом и там пили чай. И сколько вы это делали по времени? Ну, я, наверное, этим занималась полдня. Всю эту красоту можно попробовать на зуб. Правда, кондитеры предупреждают – полезнее сохранить эти фигуры в качестве сувенира. Содержание красителя в них большое, ведь делают их в первую очередь для красоты. Рабочий день кондитера – 12 часов. За смену бригада делает 2,5 тонны тортов. Это 3000 штук. Упаковывают их тоже вручную. А сейчас небольшое состязание. Мы с кондитером Галиной на скорость будем упаковывать торты. Я думаю, нетрудно догадаться, кто победит, но попробуем. Начали! Сколько уже вы сделали? Семь. Семь уже? Семь-два вот. Коробки с тортами перевозят на склад. Кондитеры дорожат каждой минутой, ведь продукцию алтайской бисквитной компании ждут сладкоежки всего Алтайского края, а еще Кемеровской, Томской областей и Республики Алтай. Кто бы и как не делал торты, они остаются делом вкуса. А о вкусах спорят. Сладкой вам жизни? Это был один день, следующий через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!